Такое поручение сегодня дал Вениамин Кондратьев. Финал национального конкурса WorldSkills столицы Кубани примет уже через месяц. Со всех регионов России и других стран в Краснодар съедутся около 3000 экспертов и студентов. Они будут соревноваться в мастерстве сварочных работ, кулинарии, флористике, парикмахерском искусстве. Всего будет представлено около 100 профессий. По мнению главы региона, этот чемпионат поможет повысить престиж рабочих специальностей. Чтобы делать экономику, даже большую экономику, мы должны четко понимать, что начинается с обычных рабочих профессий, которых, к сожалению, в последнее время все меньше и меньше. И престиж профтехобразования резко снизился. А жизнь как раз начинается с обычных токарей, водителей, с заводов, фабрик, где тоже должны работать. И молодежь туда тоже должна идти. Сегодня в наших школах, обычных средних школах отсутствует профориентация. Вот так, как она была, коллеги, в нашей юности. И вот сегодня, если хотите, вот этот чемпионат – это определенная профориентация для наших сегодняшкольников, для выпускников. Замминистра образования России Людмила Огородова на совещании отметила высокий уровень подготовки специалистов в кубанских техникумах. Одно из доказательств этого – победа нашего студента в Китае на международном чемпионате WorldSkills среди лидеров национальных сборных. Учащийся Вознесенского техникума Краснодарского края занял первое место в компетенции «Холодильная техника и система кондиционирования». В национальном конкурсе молодых профессионалов, который пройдет в Краснодаре, кубанские СУЗы будут представлять семь человек. Край, который сегодня вообще отличается хорошим качеством развития техникумов и колледжей, которые можно показать в процессе деловой программы мероприятий, получит сегодня оборудование экспертов, педагогов, ну и, конечно, большое количество профориентаций. По словам Вениамина Кондратьева, регион сегодня испытывает дефицит специалистов рабочих профессий. Спрос на них с каждым годом растет. Я уверен, в каждом сегодня предприятие нашего региона, вакансии. А все начинается с малого. С того, что изначально никто не сориентировал ребенка, девятиклассника, пойти в техучилище или в техникум, в колледж, по большому счету, чтобы быть высококвалифицированным специалистом и получать потом уже достойную зарплату. Потому что 56 тысяч рублей, 45 тысяч рублей – это серьезные зарплаты. Давайте подключим сегодня наши промышленные предприятия к тому, чтобы они приняли участие в организации чемпионата и в целом, на самом деле, показали настоящую заинтересованность в этой молодежи, которая пойдет учиться на рабочие специальности. Отдельное внимание глава региона уделил вопросам безопасности участников и гостей чемпионата. Торжественная церемония конкурса намечена на 15 мая. Елена Авсецна, телекомпания ФКТ. Торжественная церемония конкурса.